МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко. В эфире Управдом программа о самом главном ЖКХ. О благоустройстве улиц и дворов, подъездов и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. Сегодня мы расскажем, как поставщики тепла готовятся к предстоящему отопительному сезону. Выясним, что могут предложить тамбовские мебельщики взамен производством, которые ушли с российского рынка. А также разберемся, что необходимо делать для того, чтобы поменять управляющую компанию. Готовь сани летом. Руководствуясь народной мудростью, поставщики тепла начинают готовиться к новому отопительному сезону практически сразу после того, как прекратили подачу тепла в дома. Объем работы большой. За весь летний период предстоит выявить и устранить повреждения на трубах. А также провести плановые работы по замене участков магистральных и квартальных сетей. Все это необходимо для того, чтобы теплоноситель от ТЭЦ в назначенное время пришел в наши дома. Во дворе дома 36 на улице Интернациональной опять раскопы. Впрочем, за последние 10 лет житель наблюдает такую картину под окнами постоянно. За 40 лет эксплуатации коммуникации давно отслужили свое. И заплатки на ржавых трубах уже не спасают. Я живу здесь полтора года, еще не было такого, чтобы кто-то здесь что-то не рыл. В том году раза три или четыре рыли, потом заплатки ставили, асфальтировали. В этом году опять все раскопали и до этого еще тоже было. В общем, просто, постоянно этот двор весь в возмущении. Говорит, мы постоянно то без воды, самый грязный двор. Высокая аварийность является одним из факторов, по которым определяет участок по замене сети. Только в этом дворе в однотрубном исчислении поменяли 734 метра коммуникации. Широкий подземный канал позволяет проводить работы так, чтобы не доставлять неудобств потребителю. Нет, такого нет у нас. Горячая вода постоянно включена. Единственное, там кратковременное отключение, если переврезка. Канал позволял широкий, прокладывали рядом трубу, а потом переврезали. Так что практически всегда вода была у них. Летняя ремонтная кампания составлена с учетом показателей работы оборудования теплосетевого комплекса в течение отопительного сезона. Дополнительные объемы и места проведения работы определяются в ходе гидравлических испытаний. Здесь, соответственно, восстанавливаем тепловую сеть и ГВС с циркуляцией. В целом здесь и циркуляция присутствовала, но было значительное количество повреждений и по ГВС, и по сетевой воде. Участок именно вот этот, который пропал под ремонт, он наиболее аварийный, проблемный. В этом году организация увеличила на четверть финансирование летних ремонтных работ, модернизацию сетей, а также оборудование, которое вырабатывает тепло на ТЭЦ. Такие работы позволили еще в прошлом отопительном сезоне снизить вдвое аварийность на сетях и во столько же количество обращений потребителей по вопросам качества отопления и горячего водоснабжения. В рамках подготовки к ОЗП 2022-2023 год будет проводиться реконструкция у нас сетей. В целом планируется произвести реконструкцию на 5,2 километра сети. Основный объект у нас это в районе больницы областной на Московской. Также работа планируется в Заверной защитной 57-й ЦТП и по магистральным сетям. Это улица Комсомольская в районе пересечения с улицы Советской и по Куйбышево, соответственно, здесь в районе пересечения с улицы Карл Маркса, сквер Боротынского. Во время ремонтных работ энергетики советуют жителям города соблюдать правила безопасности и отнестись с пониманием к неудобствам, которые приходится терпеть. Работа на теплосетях позволит значительно снизить аварийность в отопительном сезоне. А это значит, что тепло придет в наши дома вовремя. Многие из нас помнят те времена, когда, приходя в гости к друзьям, мы попадали в обстановку практически собственной квартиры. Похожие стенки, раскладные столы и навесные полки. Сегодня у многих есть возможность создать свой собственный интерьер, сделав мебель под заказ. Индивидуальная мебель под заказ может быть доступной и красивой, уверен наш герой. И говорит это сознанием дела представитель династии мебельщиков. Мебель, она у всех одинаковая. Все используют практически одни и те же материалы. Как бы эксклюзивного у кого-то практически нет. Но, вот именно правильно вы заметили, подход и качество. На момент нашего визита Павел готовился к открытию выставочного зала. Причем выставочный зал – это не только выставка мебели, а демонстрация технических возможностей и материалов, которые используют на производстве. Человек должен понимать, как выглядят распашные двери, как выглядят подъемные механизмы. Они бывают двойного складывания, от нажатия, получается, от руки, но с доводчиком. Дальше, основной момент. Бывает за одним фасадом, как два ящика, подложки, вилки. То бишь, мы можем долезть, но за одним фасадом. Вот. Также мы должны предоставить клиенту выбор аналога. То бишь, дорогая форнитура более дешевле форнитура. Она, в принципе, тоже самая, но как бы стоит дешевле, но там уже в механизмах нужно разбираться. Это как бы мы не будем углубляться. Также есть возможность за одним большим вообще фасадом поставить несколько ящиков. И это все мы должны как бы клиенту показать, чтобы он понимал, как у него будет. Если дедушка и отец работали с деревом, то Павлу пришлось осваивать новые материалы. Мне уже не досталось, получается, заниматься с деревом. Мне досталось уже, грубо говоря, опилки, как это мы привыкли называть. И, соответственно, так вот с 12 лет, летом, грубо говоря, на каникулах, я начал постепенно изучать как бы это ремесло. Со временем Павел освоил и дизайн. В его случае дизайн – это не просто картинка, а еще и инженерная конструкция. Это особенно ценно при создании встроенной мебели. Чем больше элементов фурнитуры, фасады приходится заказывать у других производителей, тем дороже будет мебель. Организуя собственное производство, пришлось учесть и это. Поэтому принято было решение вложиться в оборудование и обеспечить весь цикл создания мебели у себя. Это позволило снизить себе стоимость, следовательно, заказчик получит за приемлемые деньги качественную мебель. Вот это как раз-таки тот станок, который позволяет нам изготавливать фасады из пластика самим. Соответственно, по конвейеру запускается деталь, и она полностью уже клеится, обрабатывается, и уже выходит готовая деталь. Соответственно, это нам позволяет делать свои фасады из пластика и уменьшить стоимость для клиентов. 80% заказчиков обращаются к Павлу за кухонной мебелью. У заказчика появилось больше требований к дизайну и качеству. Сейчас основная тенденция – это кухни встроенные, то бишь пол-потолок от стены до стены. Люди не хотят этих ниш, где пыль скапливается, и, соответственно, наша задача – встроить мебель полностью, от пола до потолка. Да, да. И, соответственно, некоторые даже люди, мы ставим вверху планки, и они уже от мебели натягивают потолок. Соответственно, вообще там тогда зазоров нет. Опять же, новостройки – это трубы, это котлы, это все коммуникации. Наша, опять же, задача – это все скрыть, все сделать так, чтобы этого ничего не было видно. Тоже, ну, каждый день с этим справляемся. Для того, чтобы создать собственный интерьер, сегодня вовсе не обязательно обращаться в дорогие мебельные салоны. Исполнить качественное дизайнерское решение стало доступнее. Можно ли проверить надежность управляющей компании? На что обратить внимание, если собственники дома решили поменять одну управляющую организацию на другую? Давайте разбираться вместе с юристом. Здравствуйте! Поговорим сегодня с вами о том, как собственники квартир могут проверить надежность управляющей компании. Ведь очень важно выбрать надежную управляющую организацию или, как их часто называют жильцы, управляющую компанию и не попасть на крючок мошенников. Такая проверка позволит детально и тщательно проанализировать финансовое положение управляющей организации, материально-техническую базу для обслуживания дома и выполнения ремонтных работ. Итак, шаг первый. Проверяем информацию об учредителях и директорах. Сигналом ненадежности выступает массовый директор или директор сомнительной репутации. Во втором, от логичности и деловых качеств директора зависит добросовестность работы компании. Проверить все необходимые документы можно на сайте налог.gov.ru Федеральной налоговой службы. Узнаем данные по организации. Эта информация доступна в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Проверяем, кто директор, кто учредители, юридический адрес, наличие информации о реорганизации или ликвидации, а также смотрим на уставной капитал. На этом этапе можно узнать размер просуженной задолженности, ведется ли в отношении нее исполнительное производство. Это позволит оценить риски финансовой стабильности и банкротства управляющей организацией. Первым источником такой информации может стать сайт самой организации, а также сайт госуслуги. Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, ГИС ЖКХ. Правда, не все организации скрывают в системе информацию о себе в полном объеме, хотя это является для них обязательным. Поэтому сайт надежной организации отличается полнотой и открытищей информации. На ней можно найти сведения об организации, ее учредительные документы, перечень обслуживаемых домов и договоры управления, а также полезную для потребителя информацию. Также можно воспользоваться ресурсом о банкротстве, который содержит сведения о банкротстве конкретных лиц, судебных актов. Шаг третий. Знакомимся с проектом договора управления на квартирном доме. Это не только один из важных документов в работе управляющей организации, это лицо компании. Такой договор – не трехстраничный документ, его объем вместе с приложениями может доходить до 20 страниц. По нему можно судить о грамотности управленца, о видах, объемах и периодичности услуг и работ, порядке контроля за работой управляющей организации, зонах ответственности управляющей компании и собственникам. Проект договора управления можно посмотреть на сайте организации или запросить у нее лично. Надежная организация обновляет договор в соответствии с изменениями законов, не допуская дискриминационных и несправедливых условий в договоре. Надежная может предложить собственникам вместо договора управления агентский договор, договор доверительного управления или иной неправомерный тип договора. Шаг четвертый. Посещение офиса организации позволит оценить клиентский сервис и материально-технические возможности. Но не стоит недооценивать эту информацию. Директор надежной организации сам проведет встречу, ознакомит собственников со структурой компании, предоставляемыми услугами и работами. А я хочу напомнить вам, что специалисты Ассоциации правовой помощи всегда на связи. Телефон горячей линии 4304-40-4307-70. И, как всегда в конце программы, полезный совет от управдома. Если на вашей светлой сумочке появились царапины, следы от ручки или просто загрязнилась, не расстраивайтесь, а воспользуйтесь нашим лайфхаком. Вы сможете вернуть ей первоначальный вид с помощью вашей уходовой косметики. Нам потребуется мицеллярная вода для снятия макияжа и ватные диски. Такое средство легко справляется не только с тушью для ресниц и с тональным кремом, но и с загрязнениями на кожной сумке. Таким образом, ваш любимый аксессуар всегда будет в порядке. Но на сегодня это все. С заботой о вас, управдом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!